День добрый, друзья мои, с вами Юлия, рада приветствовать вас на моем канале. Ну что, сегодня вместе с вами нам будет будет пересадка вот этого красавца, спасенного с полки смерти в Уби. Коллега с Антулиумом продолжает с нашей сестрой расширяться. Недавно мы поехали в Уби и приобрели вот такого красавца, всего лишь за 4 евро. Я снимала как-то обзор растений Уби, где приехало 3 стеллажа этих Антулиумов. Цена их была на Антулиум 10 евро. Многие из них сейчас попали на Оценку, на так называемую полку смерти. Этот Антулиум, деда несчастный, он там падал несколько раз. И почему он меня так завернут в пленки? Дело в том, что все цветы, точнее большинство оркидей, я так понимаю, и все остальные цветы, там продолжает усилий нажрать стрипс. Сколько я стихи не говорила, его не брать на свой страх и рис. Она говорит, все, все равно надо взять, надо спасти, надо взять. В общем, он стоял у меня сутки в ванной, я купила спрей от вредителей, все его вот так вот там, так хорошо его залило. Прям он такой прям закупоренный полностью не дышал, стоял в этом препарате. Конечно же, сейчас я его еще оставлю по отдали, обязательно пролью препаратом от вредителей, а также, скорее всего, возможно, придется еще проливать препаратом от липка, потому что на полку с метки попадают не самые здоровые растения. И он у меня, повторюсь, еще раз очень сильно падает, сейчас его надо быстренько подпереть. Растение шикарное само по себе. Сейчас будем их побождать. Тут еще мы унесли, когда на улице нам повезло, не было настолько холодной погоды. Разумеется, эту вступленочку надо будет бумагу выкинуть сразу. Сейчас покажу вам этого красавца поближе. Дальше 17,5 мм дюймов. Да, 17 см кашпо. Вот такой красавчик. Так, кустище еще ого-го. Сейчас покажу вам его поближе. Он болтается, видите, получается здесь сначала два таких больших полноценных роста. При пересадке, конечно же, я их буду заглублять и фиксировать, чтобы это растение не подала. Сажать я буду его вот в этот вот стеклянный сосуд. Стеклянные сосуды мои начинают заканчиваться, мне скоро придется идти в магазин за их пополнением. Как-то так. В общем, сейчас мы извлечем это растение с кашпо. Пока мне его надо немножечко зафиксировать, чтобы оно не падало. Сейчас я его еще хорошенечко посмотрю. С помощью палочки для орхидеи его зафиксирую. Посмотрю. Уберу сухие чешуйки, которые здесь имеются. Всем. И буду с вами производить пересадку этого красавца в кашпо. Красавец, не то слово. Когда есть такая возможность, как говорится, почему бы и нет. Он правда шикарен. Видимых у него, кстати, таких вот прям поближдений я не видела. Он был один из самых таких растений, которые были в более-менее приемлемом состоянии. Кроме того, у него, кажется, один из его цветоносов опылился. Вот тут вот прям видно. Не знаю, что из этого выйдет, но будет очень-очень-очень интересно. Видите, как он шалтай-болтай. Просто шалтай-болтай. Мы решили спастись, что поделать. Этот отурин, который мы пересаживали вместе с вами, все с ним хорошо. Вот шикарненький, красивенький. У него классные листочки, вообще прелесть. Места просто пока нет. Для того, чтобы я вам принесла и показала нашу волоссестрой коллекцию, приступим. Чтобы не затягивать видео, я промыла керамзит, подготовила дренаж. И сейчас мы вместе с вами будем доставать растения из кашпо. В общем, будет очень много грязи. Приготовились. И главное, что не сломать этот прекрасный рожан. Ух ты, как быстро он достался. Смотри, какая красота. У него, в принципе, отличная корневая система. Я немножечко разберу вот этот вот вверху слой. Совсем немножко хочу разобрать. У него, в принципе, отличная корневая система. Посажил он, наверное, то ли в кокосовый чипсы, то ли в торшу. Что такое очень грубое. Торт до этого был такой мягкий, мягкий-мягкий. А этот какой-то совсем такой волокнистый. Даже не могу сказать на глаз, ну что он бы сажен. Прям вот так вот. Попробую нас так достать. Вот они, огромные торфяные брикеты. Внутри прям на ощупь очень плотный ком этого материала. Сейчас попробую немножко его там распотрошить. Не хочу повредить корневую систему, которая очень хрупкая. Вообще просто от любого прикосновения. Тяжелый, увесистый. Держать его, знаете, так вот тяжеловато. Его такое ощущение, будто вот недавно перевалили, да, с одного размера кашпо в другое. Присыпали, и вот он нарастил уже корневую в этом кашпо. Вот форма вот эта, это старая, спрессованная форма старого кашпо. Вот такая вот шикарная корневая система. Хочется, конечно, чуть-чуть разобрать этот ком внутри, но ком не просто этого не дают сделать. Сверху получается получше это все разобрать. Вообще мне очень нравится, что здесь в Польше все эти красивые сорта и растения в открытом доступе и по очень хорошей цене. Очень хорошей цене. Я в Белоруссии, в Минске вообще не видела таких красавцев, да еще и по такой цене в открытом доступе. В материке, если заходил иногда, то всегда старался купить уценку уже от цвета шпантуриум. А вот так вот, чтобы взять приличный нормальный куст, нормального объема диаметром кашпо, да еще и по такой цене, причем половина из них сортовые, как мне повезло купить шоколадный антуриум, да, я в восторге. Вот в этом плане я в восторге. Точно так же здесь происходит и с орхидеями. В любой момент можно, неизвестно что, на что нарваться в магазине, на какую красоту редкую. И это мне очень-очень нравится в этом плане. Ну, а, конечно же, проблемы со съемным жильем остаются неизменны, жилье съемное, и нам придется из-за той нанимать грузовик. Просто для наших цветов. Если что-то пойдет не так, либо часть оставлять здесь, часть забирать. В общем, как-то так. Ну, пока живем, как говорится, здесь и сейчас, и наслаждаемся, и берем от момента то, что есть, как полагается, то, что нам дано. Так будет правильнее сказать. Вот. Потому что таких, как я сейчас, стало очень много, живущих на съемном жилье. Так что, что же делать. Будем подстраиваться, то, что имеем. А уже зададывается потом наперед, что и как, будем потом. Красота, красота. Расскажите, рассказывайте в своих комментариях, пожалуйста, мне. Какие вы хотите сорта приобрести в своей коллекции. Где вы обычно заказываете их. Я знаю, что существует много разных, очень редких сортов. В принципе, как и за орхидеями идет охота за красивыми и редкими антуриумами. Наверное, я не смогу больше ничего распутать. Это просто огромная копна корней. Ну, я не могу, честно говоря, не могу я ничего с этим сделать. Сейчас примерим ему кашпо. Вот так вот. Чуть-чуть сейчас насыплю сюда земли. И вот приблизительно на этот же уровень вот так вот и буду осуществлять посадку. Прямо вошел вообще сюда идеально. Заглублю здесь, и чтобы эти вот все корни начали расти в грунт, и оно было более устойчивое. Я ставлю вот эту палочку для фиксации, чтобы он не падал. Итак, показываем вам этого красавца. Сблизи, конечно же, на нем видны различные повреждения и болячки. Будем обрабатывать его внешнему виду. Конечно же, можно сказать, что оно претерпевает различные... У него есть проблемы, да? Иначе бы он не лег на распродажу. Он красивый, очень красивый сорт. Его не знаю. Посадка получилась очень даже шикарная. Вот так вот это все выглядит. Надо бирку снять. Бирку не видела. Вот такая вот красота получилась. Вот так это все выглядит. Был он гораздо выше изначально посажен. Сейчас это все выглядит таким образом, когда он немножечко крепнет, подрастет и еще вытянется. Я, конечно же, произведу омоложение данного растения. И обязательно он у меня еще постоит на карантине и обязательно будет обрабатываться противогрибковым препаратом и препаратом от выедителей. Ну, а если в целом, то он просто шикарен. Просто шикарен. Сам по себе. Огромный, пышный, красивый куст антуриума. Ну, а я, конечно же, буду показывать вам, как этот антуриум адаптировался в моих условиях, как он растет, как он будет развиваться. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал. Надеюсь, мое видео оказалось полезным. Задавайте свои вопросы, отвечу в силу своего опыта. Всем, мои хорошие, мира и добра. Пока-пока.